Дамы и господа, так слышно, да? Мы продолжаем нашу программу, нашу конференцию LinkCamp on Russia 2015. И я приглашаю выступлению Диму Ловасеву. Пожалуйста. Так, я взял все, кроме микрофона, да, пожалуйста. Всем привет. Слушайте, раз нас сегодня мало, я предлагаю, знаете, как поступить? Давайте мы ведем такое правило, что вы меня можете перебивать в любой момент. Окей? Обещаете это делать? И задавать какие-нибудь вопросы для того, чтобы это было… На самом деле у меня такая тема, она больше… Секунду, есть мнение, что это громче, нет? Или кажется? Надо громче? Давай тебе. В конце доклада я, как и обещал, в названии, название в длинном, которое в программе, расскажу про некие конкретные шаги, которые вы можете начать применять с понедельника. Но в целом, конечно же, можно взять бензопилу и, в принципе, ей идти рубить деревья. Но, наверное, ничего хорошего из этого не получится. То есть нужно что-то, чтобы еще было в голове какое-то другое понимание, как эти инструменты, как эти шаги, про которые мы будем говорить, работают. И вот поэтому расскажу вам немножко в целом про то, что надо поменять в окружении, для того, чтобы можно было внедрять эти инструменты. И, соответственно, призываю вас к дискуссии. Давайте про меня немножко. Я последний. А, кстати, почему вы пришли на этот доклад? Что вам понравилось в названии? Или что вас заинтересовало больше всего? Enterprise, окружение, так. Повышение эффективности. Повышение эффективности, да. Time to market – это, собственно, сокращение времени выпуска продуктов. Вот, я ждал этого пошаговой инструкции. Это будет обязательно. Ладно. Хорошо. Пара слов про меня. Я последние пять лет занимаюсь фулл-тайм с утра до вечера тем, что помогаю разным компаниям, и большим, и маленьким. Почему-то у меня не работает. Кликер. Давай я его выключу. Включу снова. Сейчас он загроет. Во. И большим и маленьким компаниям помогаю как раз улучшать процессы. И вот, в принципе, почти любая компания ставит перед собой задачи. Как вы думаете, какие? Вот с точки зрения улучшений процессных производства, именно разработки ПО. Дешевле, быстрее. Так, а еще? Качественнее. Так, а еще? Как вы думаете, вот в ваших компаниях, вот тем более те люди, кто работает, кстати, в интерпрайзе, много из вас? В кровавом, да? Все почти. Ну, отлично. Какая у вас одна из основных проблем есть? Помимо, помимо там скорости, скорости выпуска. С чем еще? Вот что-то с людьми связано. Бардак. Это связано с процессами. Ага. Да-да-да. Низкая мотивация. Да. Вот примерно то, что я хотел от вас слышать. Вовлеченность. Да? Низкая вовлеченность. И вот, собственно, в результат, в процессы, в результат. И вот как раз, да, три основных цели. Первая – это ускориться. Вторая – это выпускать с более хорошим качеством. И третья – это как раз делать так, чтобы люди были более увлечены в процесс, больше общались с заказчиками и так далее. Ну, и на выходе получалось более качественное ПО. И, в принципе, если посмотреть на любую там современную компанию, да, на подавляющее большинство, то всегда бутылочное горлышко. Time to market – это откуда докуда? Вообще. Вот solo time to market – это вот что означает? Какой период отрезок времени? От принятия… От принятия… Ага, вы были на докладе Леши Жеглова, наверное, да? Здесь… Нет. От идеи, да. В принципе, от идеи, которая у бизнеса возникла, до… До чего? До рынка. До рынка, да. А еще? До потребителя. До потребителя, да. Окей. Либо мы можем говорить с вами, если мы сейчас сужаем, да, например, наш разговор на тему оптимизации именно IT-подразделения, да, или там, если мы сейчас про продуктовую компанию говорим, так или иначе, про разработку ПО, то, в принципе, для нас time to market мы можем, можем, в конкуренте называется летаем, да, с момента, например, как нам попало в работу, да, если у нас есть ограничения, если мы контролируем наш поток, вот до момента выпуска в продакшен. И вот, как бы, в большинстве, вот, бывает у вас такое, что ресурсов не хватает? Не бывает? Я видел только одну компанию, в которой это не проблема. Как вы думаете, как она называется? Я просто не хочу… Да, спасибо. Не хотел сам произносить. Вот если вы работаете не в этой компании, то, как бы, аксиома, да, что ресурсов их не хватает всегда. И в этом смысле, как бы, вопрос там, вопрос даже такой не стоит. Внешнее ограничение, которое никак не обойти. И все, что мы можем, это научиться, на самом деле, просто, что делать, когда ресурсы ограничены. Как мы должны идти? Чем мы можем играть? Требованиями, приоритетами, на самом деле, да, приоритетами, требованиями, да, и как раз вот с ускорением нашей поставки для того, чтобы бизнес был максимально доволен. При том, что, если мы говорим про внутреннюю разработку, то бизнесов всегда не одно подразделение, да, их несколько, несколько потоков входящих. И вот перед тем, как что-то улучшать, надо, на самом деле, посмотреть, на что же у нас есть сейчас. Понятно, что есть субъективное ощущение. Вот с ребятами разговаривал буквально только что. Я говорю, ребята, а что у вас в основе процессов лежит? Они говорят, ну вот там, что-то там. А еще мы из Kanban взяли метрики и меряем. Я так спрашиваю, слушайте, а какой у вас летайм? Что ответили? Ответили очень долго. Kanban показывает, что летайм у нас очень большой. И вот Леша Жиглов, который здесь выступал перед обедом, он как раз давал ссылочку на Excel, уже заранее подготовленную, которая позволяет строить вот такие вот графики. Вы просто в нее закладываете, просто берете ваши решенные задачи, когда начали работу, когда закончили работу, в нее загружаете выгрузку из Jira, из Redmine, TFS, чтобы вы не использовали. И на выходе она вам строит такие прекрасные графики. Вот это, например, график показывает распределение летайм в одной из интерпрайз-компаний. Видно, что 80% задачи выполняется примерно за 160 дней. Хорошо это или плохо? Как вы думаете? Смотрите, все вопросы, которые я задаю, они с подвохом. А представьте себе, что это ваш график. Вот вы пошли сейчас, построили его, посмотрели график вашего проекта, например, в котором вы работаете. Хорошо это или плохо? Надо сравнивать с конкурентами. А почему еще это может быть плохо? А, быстрее, да? Ну, это про конкурентов. Опять история про конкурентов, да. Значит, ага, окей. Ну, по крайней мере, 160 дней – это меньше, чем очень долго, да? И вот смотрите, какая интересная вещь. А еще на этот график можно посмотреть немножко с другой стороны, да? Мы можем посмотреть, а вообще говоря, по каждой отдельной задаче, вот как мы их решаем прям последовательно, да, которая приходит в готовый у нас. А что у нас с ними? Что у нас с их летаймом? Если мы посмотрим, например, это вот те же самые данные, просто другой срез. Смотрите, какая интересная вещь. Вот это порядковый номер, там, условно говоря, решенной задачи, это количество дней, сколько заняло решение. Что мы видим? То есть сейчас за 160 дней выполняется 80% задач, да? А график нам в динамике что показывает? Да, смотри, становится все хуже и хуже, да? Могу вам привести пример с другой компанией. Здесь распределение выглядит немножко по-другому, да? Вот тот самый длинный хвост, такой он более, что ли, такой классический вариант. Примерно то же самое. 80% задач, примерно, за те же самые 160 дней у Кладус. Есть какие-то там задачи, какие? Вот эти как задачи можно назвать? Мертвые, зафакапленные, да? То есть что-то мы не ушли, где-то там что-то мы на что-то забили, что-то случилось, так далее, так далее. И если посмотреть на график, то видно, что тоже, да, как бы становится опять все хуже и хуже. И вот, в принципе, проблема-то вообще откуда берется? Почему нельзя просто пойти и это быстро пофиксить? Как вы думаете? Почему мы просто не можем начать работать? Бывают у вас ретроспективы, с которых вы выходите, с пониманием, что надо работать лучше? Почему мы не можем так сделать? А? Классический, смотрите, проблема вот какая. Почему эта конференция существует? Почему у меня есть работы, например, и у таких, как я? Дело в том, что мы с вами привыкли мыслить определенным образом. И вот классический подход к решению таких проблем. Как-то мы работаем, бизнес, например, недоволен. Или там наши владельцы недовольны, потому что мы конкурентам проигрываем. Как мы можем улучшиться? А давайте мы посильнее формализуем процесс. Давайте-ка мы сделаем так, чтобы было понятно, как все работают. Напишем какие-то документы. Мы создадим артефакты, которые обязательно должны быть. Не вчитываясь в эту картинку, это я в прошлом году у кого-то в презентации и просто взял у кого-то из презентации. Это не Microsoft, это финансовая организация. Давайте мы введем более явные ответственности у ролей. Введем роли дополнительные, более явные ответственности, артефакты. Что еще в больших компаниях вводится, чтобы контролировать людей? KPI, конечно же. Мы ведем KPI, по которому будем отслеживать эффективность тех или иных отделов. И так далее, и так далее. И мы верим по умолчанию. Мы создадим PMO, если у нас его еще не было. Наделим их тоже какой-то властью, возможности принимать решения. И они будут эти процессы еще более формализовывать. То есть мы пытаемся на самом деле по умолчанию создать большинство, по крайней мере руководителей, большинство крупных компаний сейчас пытаются создать из разработки сильно формализованный процесс. На что похож? Конвейер. Да, фабрику. В фабрику, где есть какие-то элементики, которые делают определенную работу. И мы считаем, что в принципе, если мы процесс полностью описали, то там будет внутри низкая вариативность. И на выходе мы будем выплевывать очень много задач за довольно короткое время. Я вот в одном из банков видел, это знаете как, идеальный процесс. Идеальный процесс внутри IT, организованный. Такой вот, с жестким контролем. Вот смотрите, здесь это вход в IT, это там выход из IT. И здесь 25 состояний. Как вы думаете, что у них с time to market? Ну, по умолчанию оно довольно большое. Но они там как бы входящие все задачи типизируют по размеру. И как мы же говорили, помните, что механизм работает как часы только когда? Когда есть жесткий контроль. Контроль чем достигается? Вот смотрите, у них есть дополнительные этапы контроля. Например, оранжевым выделен. Чтобы контроль происходил. Вот представьте себе, есть контроль анализа, например. Чтобы я, например, мог проконтролировать аналитиков. Что я должен сделать? Что у нас должно быть в процессе? Документы, бумажки, которые кто-то должен написать и так далее. И у них есть KPI. А KPI один из. Знаете, в чем заключается? Это время нахождения заявки бизнесовой на каком-то одном из этапов. То есть если я, например, аналитик, и мне приходит заявка размером, например, средняя, то я должен через 8 часов обязательно ее отдать на следующий этап. Потому что если я ее не отдам, сработает эксельчика моего руководителя, который у меня из зарплаты отрежет какой-нибудь кусочек. И так далее, и так далее. Вот к чему приводит такая модель? Вроде бы процесс идеальный. Кстати говоря, это один из немногих примеров, когда, это внутренняя разработка, IT победил бизнес. То есть бизнес приходит и говорит, ребята, вы долго делаете. Ребята там с качеством что-то не очень. Или там на выходе вы делаете не совсем то. А знаете, что им говорят в ответ руководители IT? Он говорит, а давайте вы сначала к себе пойдете, разберетесь со своими процессами, а потом будете приходить и нам рассказывать, как нужно работать. Это вот пример как раз победы IT. Какие здесь есть проблемы? Давайте быстро. Качество низкое. Качество низкое не только внутреннее, потому что у нас нет времени на рефакторинг, например. Потому что я как разработчик должен запушить свою задачу дальше. А еще и внешнее качество с точки зрения, на самом деле, нужности задач. То есть задачку-то быстро сделали, требование, сделали быстро то, что просили. А на приемке выясняется, что заказчик хотел что-то чуть-чуть другое. Но он сам не знал. Ну, стандартная эта тема, не будем. Получили обратную связь, да. И вот какая интересная вещь. Заказчик говорит, ребята, доделайте, пожалуйста, вот осталось-то всего ничего. Кнопочку, ну, я сейчас утрирован, например, скажу, кнопочку перекрасьте, пожалуйста, или передвиньте ее. А ведь, а если мы так сделаем, что произойдет? Вся стройная работа, вся фабрика развалится, да, все IT развалится. И мы им говорим, окей, не вопрос, мы сделаем все, что хотите, но встаньте, пожалуйста, обратно. Ну, сделаем, опять, заявка должна пройти весь путь, да, она уже будет маленькая, пройдет быстрее, но проблема какая возникает? Бизнесов же много, здесь огромная очередь, да, то есть задача еще должна дойти. И получается, что бизнес вообще очень долго ничего не получает. Вот вроде бы, казалось бы, да, построили фабрику идеальную, но, к сожалению, не очень-не очень подходит для IT. И вот самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь в каждой первой компании, с которой работают крупные, да и не крупные, кстати, примерно то же самое. Вот если попробовать нарисовать векторы целей, смотрите, как интересно, любая компания для чего существует, какая главная цель любой коммерческой? Получение прибыли, да? То есть представим себе, что вектор как бы основной, и развитие компании направлено туда, как можно больше зарабатывать, да? Дальше, в компании, представьте себе, что это внутренняя разработка, есть IT, да? Как вы думаете, вот классической, ну, департамент разработки, да, классическая разработка куда смотрит? Как она? Как будет стрелочка? Туда же? С точки зрения целей, да, общих, вот, с точки зрения, например, компании, насколько IT будет выровнена вот с этим вектором? Выглядит так, что на самом деле куда-то в другую сторону. IT смотрит, почему? Потому что у IT есть свои KPI, да, потому что бизнес приходит в IT, и IT на что-то, ну, департаменты разработки коммитит, да, они вас всегда ведь спрашивают, когда сделаете, да, почему так долго, давайте быстрее, и вам так или иначе приходится коммититься. И дальше, если вы свои коммитенты почему-то не соблюдете, тогда к вам придут, и вас будут как бы ругать, да, и в этом смысле получается, что наша задача, на самом деле здесь получается вектор такой, что мы не хотим помочь бизнесу максимально достичь качественных результатов, да, не хотим ему помочь понять, а что же на самом деле ему нужно. Мы просто берем и пытаемся соблюсти план-факт, да, вот закоммитились, это значит, что то, что просили, должны сделать к этой дате. И опять тут возникают различные нюансы. А представьте себе большинство компаний крупных, enterprise, да, тот самый, ведь есть же у вас вендоры еще, да, вендоры различные, аутсорсинговые компании, которых вы привлекаете, а у них куда смотрят? У них тоже прибыль, но своя, какая-то другая, да, прибыль не нашей компании, да, и у них тоже, они ориентированы на план-факт, если это fixed price, fixed scope контракт, тогда как бы вот эта проблема еще больше усугубляется. И мне тут недавно подсказали, что чего-то еще не хватает. Как вы думаете, какого еще вектора не хватает? Он немножко странный, но это правда. Ну, клиенты, согласен, что клиентов тоже можно было бы добавить, но вот если брать внутри компании все-таки. Да-да-да, безопасники отдельная тема. А еще смотрите, какая интересная идея. Вот те бизнеса, которые у нас заказывают продукт, они на самом деле тоже смотрят куда-то не совсем туда, не в чистую прибыль, потому что у них тоже есть свои какие-то внутренние обязательства и так далее, и так далее. И о безопаснике, это как пример, знаете, в одном из банков тоже видел в прошлом году, был проект ипотека, да, и так интересно, как бы мы, бизнес вроде хочет дать ипотеку, да, а служба безопасности хочет не дать ипотеку. И тут кто кого победит, да, как бы безопасники говорят, дайте нам 100-500 документов, и мы будем рассматривать их три месяца, да, а бизнес говорит, ребят, надо всего два и рассматривать за три дня, да. И вот это вот такая же компромисс, да. Ну ладно, в чем наша задача заключается? Если мы хотим, ведь это все влияет напрямую, да, на сроки поставки, на эффективность нашей работы с точки зрения именно бизнеса, да. Нам наша задача научиться каким-то образом эти векторы, ну хотя бы если не выравнивать, да, то попытаться их сблизить, верно? И вот это примеры были культуры контроля. Вот есть такой товарищ Шнайдер, можете на Эжел Раша, кстати, почитать, там большая есть статья про различные типы культуры. Есть культура контроля, коллаборации, да, взаимодействия, культура роста, есть культура компетенции, да. Любая компания на самом деле содержит в себе элементы всех этих четырех культур, просто весь вопрос в том, какая из этих культур доминирующая. И вот те примеры, которые мы сейчас рассматривали с вами, да, там доминировала культура контроля. И в основном по умолчанию мы всегда пытаемся как можно больший контроль ввести, да, как можно больше усилить репортинг, там, KPI поставить, и мы верим в то, что от этого люди начнут лучше работать. Вот то, про что Эжел, Лин и другие современные процессы, да, это все про то, что мы должны из этой культуры контроля научиться смещаться сюда. То есть не выходить из нее полностью, понятно, что процессы все равно должны быть и там контроль должен быть, да, но чтобы мы работали больше как команда, да, команда продуктовая, команда разработчиков, чтобы векторы вот эти вот как раз сблизить. И выглядит так, что вот если полярно так посмотреть, да, что от планфактовых организаций или там департаментов разработки, если это внутренняя разработка, когда мы коммитимся на что-то и к этим срокам делаем то, что нас просили, да, мы переходим к несколько, к организациям с другой, немножко культурой, да, к организациям, которые пытаются решить те самые комплексные проблемы бизнеса, да. Заказчик к вам приходит, и они тоже сидят в том же самом офисе, просят вас, ребята, а запилите нам вот такой продукт, очень нужно, да, для рынка. И мы бросаемся пилить. А что если мы на самом деле подумаем, а вдруг они в чем-то неправы, да, давайте попытаемся им помочь, понять, что же на самом деле нужно, давайте попытаемся им помочь как можно быстрее этот продукт выпустить, да, какие-то другие альтернативы, варианты найти, и так далее, и так далее. То есть проблемы комплексные, соответственно, наша задача научиться их решать вместе. За счет чего, давайте быстро перечислим, за счет чего можно перейти отсюда сюда. То есть как нам обеспечить вот из такой, из иерархии, да, вертикальной структуры, там, жестких процессов, как нам перейти вот к такой модели. Структуру менять, да, что еще? KPI должны быть какие-то другие, да? Что еще должно быть другое? Мышление поменять. Ага, да, самое важное. Про это, в общем-то, и весь доклад. И вот идея вот в чем, что есть такое понятие трансформация компании, или трансформация, там, департамент разработки, как частный случай трансформации компании, когда мы из одной доминирующей культуры пытаемся перейти в другую доминирующую. При этом все остальные у нас, конечно, тоже остаются. И вот на Agile Days, может быть, помните, в прошлом году приезжал Ахмед Ситки, и рассказывал как раз про то, как меняется культура компании. Были кто-нибудь? Видели такой пирамид? А, ну вот, знаете, да, помогайте мне тогда. Вот он говорит, что, смотрите, есть, в принципе, можно выделить таких пять слоев, да, внутри компании, внутри департамента разработки, и даже внутри, на самом деле, отдельно взятого большого проекта, это тоже применимо. Смотрите, у нас есть люди, про то, во что мы верим, да, то, какие у нас компетенции и так далее, как мы себя ведем. Есть процессы, есть организация, как мы выглядим с точки зрения иерархии, там, распределение зоны ответственности и так далее. Стратегия, способы ее измерения, как раз те самые KPI, да, и лидерство. Силь лидерства, знаете, да, бывает. В чем отличие классического подхода вот там от Agile Lean подхода с точки зрения лидерства? Какой должен быть лидер? Есть такое понятие. Servant leadership, да? На русский как это переводится? Servant leadership. Как слуга, да, слуга-лидер, если дословный перевод. То есть мы должны не ходить, как руководители, не важно чего, проекта, подразделения какого-то или компании. Мы не должны ходить и рассказывать всем, как и что вы должны делать и собирать репорты, да, с этого всего. Мы должны людям создавать окружение, в котором люди будут работать максимально эффективно, да. При этом, понятное дело, что не существует там шагов один, два, три, как это сделать в каждой конкретной компании. И самое интересное в этой пирамиде то, что вот эти все пять уровней обволакивают вот такая штука, которая называется корпоративная культура. А культура это как раз… Что такое культура? Это привычки людей, да, это ценности людей, образ мышления, да, вот вы как раз сказали, то, как мы мыслим. Это то, как исторически сложилось и так далее, и так далее. И вот культура, она представляет собой метафору такой резинки для волос, да, которая, посмотрите, как интересно. Самое первое, с чем мы начинаем менять, да, улучшаться, мы берем и пытаемся улучшить процесс. Например, внедрить Scrum, внедрить Kanban, да, или там внедрить какой-нибудь PMO там с его формализованными процессами. Что получается? Получается, мы делаем вот здесь вот такое изменение, да, в этом слое. И культура наша, метафора резинки, она растягивается, да, и в определенный момент что происходит? Пробовали внедрять в большой компании что-нибудь, да, какую-нибудь инициативу в рамках CMO? Да, есть такая даже поговорка, что корпоративная культура ест процессы на завтрак. То есть рано или поздно, на самом деле, велика вероятность того, что вас просто поглотит вот это вот самое окружение, чуждое на самом деле вам. Вернее, наоборот, вы, находясь в определенном окружении, да, вы пытаетесь сделать чуждые для него вещи. И очень велика вероятность, что схопнется. И поэтому какой идеальный вариант? Как вот в этой метафоре, как мы должны изменения проводить? Двигать всю пирамидку сразу же, да, по чуть-чуть, но всю пирамидку, чтобы как раз культура, если и растягивалась где-то, но не сильно, да, чтобы мы менялись вот прямо всеми этими слоями. То есть, например, мы должны изменить требования к, там, я не знаю, к компетенциям людей, да, к требованиям к найму сотрудников, и так далее, и так далее. Процессы с этим все понятны, вопросов нет. Может быть, мы должны расформировать нашу иерархию, которая состоит из, там, 14 уровней, да, сделать организацию более плоской, как раз для того, чтобы решение быстрее можно было принимать, да, меньше было уровней, там, смещения, отчетности от красного к зеленому, да, эффект доплера тот самый, и так далее, и так далее. Меняем KPI, меняем стиль лидерства, и потихонечку, потихонечку этот процесс, на самом деле, чем крупнее организация, тем дольше месяцев или даже лет он занимает. Ну, по понятным причинам. Мне еще одна фраза нравится, я уж не знаю, там, обычно люди приписывают кому-то, кому-то фразы, может быть, это и не он сказал, что, да, как раз, что вот мы, ведь любая компания, которая, вот ваш, например, да, ваши процессы, которые у вас сейчас есть, ведь это лучшее, до чего вы доэволюционировали, верно? И все дело в том, что если мы хотим, как американцы говорят, драматически улучшаться, да, то есть серьезно, серьезно ускориться, например, да, и повысить качество, нам нужно чуть-чуть по-другому изменить прям, да, наш способ мышления, не только те инструменты, которые мы применяем. И вот тот же самый Ахмед Ситки, он как раз говорит про то, что можно менять культуру за счет изменения привычек, да, поведения людей, как люди по умолчанию действуют в тех или иных ситуациях. Слышали, наверное, да, про это? Вот, например, он говорит, что один из возможных способов, да, а давайте мы попытаемся научить людей друг с другом разговаривать, да, и совместно решать какие-то проблемы, потому что чем крупнее компания, тем люди меньше друг с другом коммуницируют. У меня были случаи, когда, не знаю, у вас такое бывает или нет, ребята сидят, сидит команда, и они зависят там, как-то должны интегрироваться с другой командой. И вот у них вот эта проблема связана с интеграцией, там что-то там, та команда им там, то ли вопрос у них был, то ли еще что-то, не знаю. И вот они думают, куда бы нам это эскалировать, да, давайте напишем письмо, что-то еще, что-то еще. А по факту, когда начали разбираться, оказалось, что, знаете как, вот здесь они сидят, да, а вот здесь есть дверь, и эту дверь, если открыть, то прямо за ней сидит та команда, прямо в этом же банке, да, это был банк, та команда, от которой они зависят. То есть надо просто зайти, постучаться, спросить, привет, как дела, они поможут ли вот с этим. То есть такие вещи, к сожалению, в крупных компаниях не работают. Люди просто не видят этой возможности. Вторая тема заключается в том числе в том, что у вас так или нет. Бизнесовые подразделения тоже как бы друг с другом не очень любят общаться, да, поэтому там возникает проблема с приоритетами и так далее, и так далее. Еще и конкурировать между собой, потому что опять, в чем причина? КПА как раз, да, КПА и общие ресурсы, да, которые являются ограничением. Вот. То есть сначала учим людей общаться, повышаем температуру коммуникации, да, дальше учим людей мыслить, не мыслить, а, ну, строить свою работу, да, учимся сами, там, строить свою работу с точки зрения таких вот инкрементальных частых поставок, результат. Не за раз сделать проект стоимостью, там, 100 миллионов каких-то денег, да, нерусских за, там, три или пять лет, да, и с первого раза сделать, там, идеальную архитектуру, идеальный продукт выкатить и так далее, и так далее, в срок успеть. А учимся выкатывать постепенно инкрементными бизнес-ценностями, чтобы компания уже могла зарабатывать, там, на отдельно взятых вичах. Дальше учимся друг с другом интегрироваться, да, чтобы мы там поняли, мы, например, научились в департаменте разработки очень быстро что-то делать, теперь нам нужно выйти, в том числе, научиться договариваться с бизнесами, да, чтобы не только наш срок реализации был как можно короче, а чтобы у нас от идеи до прибыли, да, чтобы вся цепочка работала, а все цепочки могли улучшаться. Ну, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это просто шаблон, на самом деле, в вашей компании вы можете, конечно же, сделать какие-то другие, придумать привычки, которые вам важны. И вот там то же самое agile манифест, ведь помните первый пункт, как звучит? Люди, их взаимодействие, да, важнее всего-всего-всего, да, вот это как раз и есть. И вот у меня к вам вопрос такой, смотрите, видели такую картинку? Температуру коммуникационного канала. Помните, да? Вот есть, когда мы не можем задавать вопросы, есть, когда мы можем задавать вопросы. И вот e-mail, да, находится в самом низу. То есть, решать вопросы через e-mail, это один из самых плохих вариантов. Хуже – это какой? Это только через документы решать вопросы, да, обсуждать документы требования, например, и так далее, и так далее. Дальше, вот мы берем, хотим улучшиться, да, что там дальше? Поговорить по телефону, там, початиться, да, и тогда позвонить по скайпу с видео. И самый лучший вариант какой? Смотрите, вроде бы face-to-face коммуникация, но не просто друг с другом лично разговаривать. А как? С картинками, да. То есть не фиксировать, а визуализировать, да, потому что все люди немножко по-разному думают, рисовать и как раз приходить, пытаться прийти к общему пониманию. И вот смотрите, представьте, вот давайте подумаем теперь, а каким образом мы бы могли в вашей компании или в вашем проекте привить людям вот эту привычку общаться как можно больше, да. То есть если мы вот в это верим с вами, что вопросы решаются быстрее и качественнее, и проблемы быстрее выявляются, если люди друг с другом общаются вживую. Как эту привычку привить? Что мы можем сделать? Давайте попробуем вместе нагенерить. Получил письмо с вопросом с вашей встречи. Хорошо. То есть это регламент, да? Вести регламент. И поставить KPI, если ты… Ладно, принимается, да. То есть получил, окей, получил письмо, как мы ценим, да, мы опять ценность компании или проект нашего. Получил письмо, я отвечаю. Ну, ладно. Тоже… Ну, это грубо. Перед каждым, на весе телефона всех садов. Так. Это, кстати, хорошая тема тоже, да. Книги в карте работают по 4 часа в неделю. Там есть такой пример, что человек автор книги, соответственно, он, он, соответственно, автореспондер, который написан. Я проверяю почту всего лишь в раз в неделю, всего лишь в два раза в день. Поэтому, если у вас что-то срочное, позовите такого номера. Если нет, то я отвечу вам после 8 тысяч. Окей. А еще? Что еще можем сделать? Как привить нашим коллегам привычку и самим себе привычку общаться? Что еще можно сделать? Вместе обедать. Ну, вы же и так, как бы, наверное, не поодиночке обедаете, иначе столов не хватит столовой, чтобы все сидели по одному. Что еще можно сделать? Кружок изо. Ага. Вот, дейли скрам, да? Ну, не дейли скрам, а стендап, да? Просто стендап какой-то. Окей. Каждый день, да, не проходит и дня, чтобы мы всей командой не встретились, например, и о чем-то не поговорили. И как раз стендапы, мы же разговариваем вокруг чего-то. Вокруг чего мы стендапы проводим? Доски, задачи. Правильно? То есть мы не просто друг с другом болтаем, привет, как дела, такие стендапы я тоже довольно часто вижу, а мы как бы обсуждаем, а что сейчас у нас, да? Если там скрам нам раньше говорил в 95-м году, как стендап проводить? А давайте каждый там, мы возьмемся за руки, и каждый нам расскажет, чем занимался вчера, да, чем будешь заниматься сегодня, какие есть проблемы. Но камбан в этом смысле более жесткий, да? Как в камбан стендапы мы проводим? Так, ребят, смотрите, есть задача. Она уже почти в продакшне, да, очень долго уже мы над ней работаем. Что мы можем сделать сегодня, да, чтобы перевернуть ее правее? Или там вот на ней висит она заблокированная. Что мы можем сделать сегодня, чтобы этот блокер снять? Да, то есть стендапы, не кто чем занимался, это абсолютно не важно, кто чем занимался. А стендапы как раз нацелены на выявление проблем. Окей, принимается. Что еще можно сделать, чтобы привычку… Если, например, больше человек, да, в этой проблеме участка, то правило приступит весь участок. Окей, да, если больше двух, ну, например, хорошо. А еще что можно сделать? Кружок из О, кстати, как можно эту метафору развить? Комьюнити, ну, какие-то воркшопы делать, да, время от времени какими-то людьми со схожими интересами внутри компании, да? Тоже помогает научиться общаться. Что еще можно сделать? А? Тим-билдинг, кстати, почему нет? Да, почему нет? Между компаниями? А, между командами. Ага, я слышал, кстати, пример такой, когда-то очень давно, в 2008-м ребята в Питере поменялись проектами. Им как-то в определенный момент стало скучно, двум проектным командам они взяли и свищнулись с понедельника, мы теперь работаем над этим продуктом, мы над этим. Ну, ладно. Конечно, конечно, сделай так, чтобы люди сидели максимально ближе друг к другу, да, чтобы как раз не было, вот не хотелось по умолчанию позвонить, да, потому что поднять лень зад, да, и дойти. А как раз можно было просто повернуться и поговорить. В этом смысле там странно, что вы не спрашиваете, а как же быть в распределенной разработке? Да, что сейчас можно сделать? Какой самый? Конечно, и поставить телевизор, плазму с камерой, широкоформатной, HD, да, с микрофоном встроенным, и запустить видеокол, и пусть он просто 24 на 7 работает, да, потому что это не стоит никаких денег, и зато вы сможете, вам не надо будет назначать встречу, не надо будет звонить никому, вы просто голову повернули, ребят, там, есть вопрос, да, и у ребят на той стороне то же самое, запущенная камера, они говорят, окей, там, давайте поговорим. Что еще можно сделать? Стендапы, посадить друг другу, воркшопы по обмену знаниями, говорили там правила, там, если больше двух, то обсуждаем, если email пришел, то идем там лично. А, тимбилдинги. Окей. Создать что? Общую команду из кого? Из каких двух кам? Ага, ну, то есть, если, например, да, есть какая-то группа людей, неважно по какому принципу они разделены, например, продукты и девелоперы, да, либо там команда одна продуктовая, команда другая продуктовая, ну, по компонентам, да, сделать так, чтобы они были одной командой с общими целями, да, окей, принимается. Сидели рядом, ходили на общие стендапы, и так далее, и так далее. Конечно, демо, кстати, да, тоже опять ходить далеко не надо. В 95-м году еще там Кен Швайбер об этом написал. Давайте мы часто будем показывать. И, кстати, показы бизнесу, да, или там конечным пользователям очень сильно повышают как раз температуру общения и в том числе ответственность за результат. Ну, ладно, не буду вас больше мучить. Я тут тоже накидал примерный, да, там вот мы в одной из компаний это обсуждали. Самое главное, на самом деле, еще по поводу сходить на Линк Анбон, да, это вот этот пункт. Перед тем, как требовать от людей что-то, да, или ожидать от них что-то, нам нужно сначала рассказать им, что мы от них ожидаем и почему это важно, снять с них возражения, да, потому что могут они и не верить в то, что привычка, например, общаться, то есть вот эта вот температура канала, да, через живое общение, что это действительно важно. Поэтому, чтобы мы не делали, они не будут друг с другом общаться более плотно, будут так же сидеть, как раньше сидели. И вторая очень важная вещь, это вот как, знаете, как с ребенком маленьким, да, ему можно сколько угодно много рассказывать, типа ты должен делать так, должен делать так, но пока он не покажется своим примером, ничего не заведется, да, в большинстве случаев. То есть показывать тоже. Что-то мы еще из интересного, то, что мы с вами сейчас не обсуждали, пощерять живое общение, да, каким-то образом, то есть не финансово, да. Каким? Да-да-да, такие. Ну, так тоже, наверное, можно, да, это опять зависит от текущей культуры компании, от того, что принято. Пощерять можно, ну, давайте, какие еще есть способы? Что можно придумать? Ачивки какие-нибудь, ладно, что еще? Спасибо говорить, да, окей, и так далее, и так далее. Вы можете на стендапе говорить, там, приводить эти примеры. О, слушайте, а вчера вот эти двое ребят друг с другом пообщались, чего раньше не происходило, вы такие молодцы, а давайте, давайте больше так делать. Ну, я примерно, примерно говорю, да, и так далее, и так далее. И вот, смотрите, переходя уже к конкретным шагам, да, то есть мы поняли, например, что через привычки можно, да, что нужно двигать пирамидку постепенно. Вот пример тоже из, там, Альфа-банка, да, да, как бы мы говорим про то, что люди хорошо как раз друг с другом больше общаются, когда они видят какой-то информационный радиатор, да, то есть, например, доска с текущими задачами, там, по состояниям. Типичная канбан-доска, там, ограничения есть и так далее, и так далее. Мы встречаемся возле этой доски на ежедневных стендапах, верно? Идентифицируем какие-то заблокированные задачки, да, смотрим, как нам снять блокеры с текущих задач, все ради чего? Ну, и ищем другие потери, да, все ради чего? Чтобы задачи как можно быстрее проходили слева направо, верно? И вот Элин говорит про то, что есть у нас там 8 типов потерь различных. Помните какие? Не, ресурсы это не потеряли. Не, не, люди-то как раз, они как раз и неэффективные. Ну, да, по-всякому разным неэффективным. То есть, например, если задача зависла, да, то это потеря там с типом ожидания, да, то есть вроде бы время-то уже тикает, летайм у нас увеличивается, да, там, то маркет все больше и больше становится. И мы можем, конечно, забивать, так, как обычно и происходит. Мы начинаем внедрять вот эту вот кампанную систему, например, ну, даже визуализацию просто. И ребята такие, там, проблему нарисовали, на следующий, ну, блокер какой-нибудь налепили, да, на следующее утро встречаемся, такие, ребята, слушайте, а что с этим блокером? А все такие, как бы, дофиг его знает, никто ничего не делал. А будем что-нибудь делать? И такие тоже, как бы, очень часто такие, да, и пусть пока, может быть, сам, сам там уберется или что-то еще, да. Но со временем приходит как раз вот сознательность, да, когда мы начинаем собирать метрики, смотрим, где у нас больше зависших задач, какой у нас летайм и так далее, и так далее. Дальше. В одном из, например, банков я видел, знаете, как пришли просто в отдел, попросили, ребят, а вы можете взять и просто все свои текущие задачи выписать на стикеры, да, и повесить их, пожалуйста, в те состояния, в которых они по факту сейчас находятся. И ребята это сделали, и знаете, что у них оказалось? У них было состояние такой приемка бизнесом в конце, и там образовалась огромная-огромная очередь задач. Прямо они там в три ряда висели. При этом вот здесь в самой разработке почти ничего не было. О чем это говорит? Нашли боттлнек. Не на загрузку, нашли боттлнек. На самом деле, знаете, вот прям грустная вещь. Ребята, зачем вы ходите вообще на работу, грубо говоря, да, вот если очень-очень жестко сказать, зачем вы вообще ходите на работу, если все равно ни одна из задач не переходит в готово. Все равно они зависают где-то на приемке у бизнеса. А почему-то бизнес не принимает. Хотя вроде бы, если к бизнесу прийти и спросить, какого приоритета за следующая задача, он скажет, ну какого, очень срочного, вчера еще надо было, да? Но при этом не принимает задачи, и в продакшен они все равно не уходят. А вот какая интересная вещь. Пока нет этой визуализации, и пока каждый из нас пилит свою часть работы, кто-то пишет требования, кто-то пишет один кусок кода, второй кусок кода, кто-то просто тестирует, да? Мы этого всего не видим. Мы не видим этого как команда, этой проблемы. Мы просто делаем каждую свою работу. Стараемся делать ее хорошо. Но общего результата, да, его нет. И как раз вот эта вот доска, один из примеров, да, один из самых классных инструментов, как можно эти проблемы научиться находить. Да, вот, например, длинная очередь. Это вторая история. Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что… Представим себе, что это IT-доска, да, то есть только то, что внутри департамента разработки. И вот я могу привести пример. Вот в Альфа раньше сидела, Альфа-Лаб на проспекте Сахарова. Знаете, там такое длинное-длинное вот это такое здание, да, где митинги раньше проходили. Оно там чуть ли не километр длиной. И мы начинали это делать, внедряли эту доску в ноябре примерно. Или в конце октября, или в ноябре. И погода такая сырая уже, ветер, такой дождь там со снегом как бы. И заказчики и разработчики сидели в разных концах этого очень длинного здания, да, вот в этой вот такой аэродинамической трубе. И мы один раз, вот мы две недели сами это поделали, потом подумали, давайте заказчика позовем. Их было пять человек. Давайте позовем. Позвали их только один раз. И больше их не пришлось звать. С тех пор не было ни дня, чтобы хоть кто-то один из них присутствовал на нашем стендапе. То есть всегда хотя бы один человек приходил к нам. Иногда их приходило по двое, по трое. Они приходили мокрые, грязные, все такие, знаете, но при этом приходили. Вот они перлись каждый день. Внутри было не пройти по зданию, там нет сквозных проходов. Приходили, потому что они видели тоже в этом ценность. Вот это как раз интеграция двух команд, про которую говорили. То есть они увидели ценность в том, чтобы чаще с нами общаться, чтобы иметь возможность задать вопросы. И вот пример. Сейчас расскажу. Стендапы, да. Вот там как может выглядеть стендап. Вот доска, здесь записываются какие-то проблемные вещи. Там вот где-то там заказчики тусят и так далее, и так далее. Еще команда распределенная в трех разных городах была. И смотрите, у нас вот тут есть мониторы, в которых там по скайпу, там по линку подключены другие города. Потом заменили это все, конечно, большой плазмой. И самое ценное, как вы думаете, что в стендапах по вашему опыту? Люди начинают общаться, окей. А как мы проверим, что они начали общаться, что вот запустился этот процесс? Как нам проверить, что привычка прививается? На следующий день все приходят, да? На следующий день все приходят, да? Ага. Да, смотрите, можно ретроспективу провести, узнать. А вот именно такой, как бы, это же привычка, это же поведение, да, некое? То есть как мы можем посмотреть на то, вот работает или нет. Во-первых, это качество обсуждений на стендапах, да? То есть насколько стендапы живо проходят, насколько они похожи на отчетность менеджеру против того, что люди друг с другом общаются, насколько проблемы, например, выявляются, да? А вот для меня, например, еще я люблю смотреть на то, что происходит после того, как стендап закончился. Вот прошли 15 минут или там полчаса, да? Вот все, митинг закончен, все свободны. Что должно, как вы думаете, происходить? Да, да, должны образоваться группы. Вот у меня есть картинка с примером. Такие есть, там, вот пришел товарищ из соседнего отдела, да? Там двое пришли, там что-то спрашивают. Вот ребята, разговаривают два разработчика с архитектором. Ну, это такие нормальные вещи, в принципе, они случаются и так. А вот здесь случается невиданная штука, да? Это большой интерпрайз, как бы, там, когда вот такая структура, там все работают в разных функциональных отделах. Вот здесь аналитик о чем-то разговаривает с тестировщиками вживую. Раньше такого вообще никогда не происходило, да? Потому что раньше они общались только через документы, требования, да? И только по почте огромными такими большими переписками. И вот стендапы как раз позволяют вот развить вот эту культуру как раз коммуницирования. Вот здесь, посчитайте, смотрите, этот товарищ просто он в шоке, как бы, тоже стоит и не может уйти, а группу себе не нашел. Ну ладно, это шутка. Смотрите, получилось раз, два, вот здесь три, и вон там четыре, и там, по-моему, пятая еще есть группа, да? То есть пять групп различных о чем-то разговаривает. В этом как раз это и есть вот то самое внешний признак того, что люди начали культуру. Но это вот не фичи Teams на самом деле. Вопросы разные могут быть, да, потому что тут, например, нет тестировщиков, да, или аналитиков, да, и так далее, и так далее. Вот, это вот в качестве примера, как это может выглядеть. И еще вторая тема заключается очень интересная, да, заключается в том, что мы когда вот снизу, например, да, пытаемся не сверху через там наших руководителей, там через генеральный директор, CIO или что-то еще внедрять изменения, а когда мы снизу из нашей команды пытаемся их внедрять, нам бы еще было бы здорово, чтобы у нас, да и в любом на самом деле случае, было бы здорово, чтобы у нас была небольшая какая-то группа людей, да, которая что, как вы думаете, помимо основной работы, чтобы что она делала? Чтобы процесс улучшений не загибался, да, чтобы у нас вот эти вот привычки вырабатывали, чтобы придумывать стратегию дальнейших там улучшений. Нам нужны люди какие-то, которые будут, скажем так, есть несколько названий, transition team, например, да, люди, которые будут очень хотеть, мочь, да, и по факту участвовать в том, чтобы проводить вот эти самые изменения. Ну, смотрите, если мы сильно по-другому что-то делаем, да, не так, как принято в компании, то вот это великая вероятность того, что нас сожрут, да, если мы будем, если ты будешь один, например, да, тогда тебя очень быстро, и в большой компании тебя очень быстро оттуда либо уволят, либо просто твои глаза потухнут, что чаще всего случается, да, очень быстро. С другой стороны, как бы, если нас будет, например, там иногда спрашивают, а 8 человек – это нормально? Как вы думаете? Зависит, конечно, зависит, но в целом кажется, что чем больше людей, помните, лучшее общение возникает, когда два человека возле доски, да, когда в 8 уже общаться сложнее, находить общий язык гораздо сложнее. Поэтому вот здесь, например, там раз, два, три, четыре, пять. Вот этот товарищ, кстати, Коля Борисов, да, он сейчас в главном треке как раз делает доклад, да, вот он был раньше менеджером, мы начали с ним вместе работать плотно, и вот через два года он стал таким внутренним менеджер-коучем, и там уже там тысяча человек в Альфа-банке вот к этому всему сподвигает, продолжает это делать. И вот команда собирается, и же мы с ними научились собираться, это тоже, кстати, привычка общаться, да, на еженедельной основе мы собирались вот в шестером и пытались посмотреть, а вообще говоря, улучшения какие-то есть или нет, да, такая ретроспектива, что ли, ретроспектив, да, то есть мы смотрим в целом, как бы, как идут изменения, прививаются ли привычки, стали ли люди там больше друг с другом общаться, научились ли мы инкрементально поставить, что у нас с time to market, что у нас с качеством. И самое главное, а как мы можем это все дело еще улучшить, да, потому что одному это реально не сдвинуть с места. Когда мы говорим про трансформацию вообще компаний или больших IT-подразделений, да, под разработки, то очень важно, чтобы у нас, то есть в рамках проекта, это может быть руководитель проекта и еще там несколько человек заинтересованных. А вот когда мы говорим про большие объемы, обязательно должны быть люди, в Сбербанке это называется, с большой подписью, да, то есть чем выше ты человек по иерархии, тем у тебя больше подпись. Нам нужны люди, которые могут нам помогать продвигать какие-то решения в соседние подразделения, да, в соседние команды и так далее, и так далее, то есть через, которые своим весом в компании будут нам помогать. Вот. Поговорили о чем-то час или два, да, на еженедельной основе, сформировали план конкретных следующих улучшений, разбежались делать, да, через неделю снова встречаемся, смотрим на результаты. То есть такие два уровня улучшений. С одной стороны, команда смотрит за тем, какие есть проблемы, пытается их устранить, да, а с другой стороны, есть еще вот некий транзишн-тим, который как бы еще больше систематизирует вот этот вот процесс, процесс улучшений. И что интересно, мы, когда работали, у нас не было ретроспектив вообще. То есть проблемы у нас инициировались на стендапах, да, команда их каждый день пыталась, ну, решала, трековая улучшения, изменения. И вот эта маленькая команда собиралась на еженедельной основе. Все вот таких классических, скрамовских, например, ретро, когда вся команда собирается, анализирует, процесс вообще не был. И тем не менее, да. И вот давайте, переходя, я не знаю, сколько времени осталось, но 15 минут, переходя к конкретным улучшениям, да, вот, которые я обещал в названии. Вот это некий, некий такой хорошо заклинировавшийся паттерн подходит практически к любой компании, где, к любому интерпрайз окружению, да. Вот не совсем понятно, что нужно делать, но есть конкретные шаги, которые позволяют понять, а что же на самом деле для начала происходит, да, и встать вот на вот этот вот… Наша задача не пофиксить все проблемы сразу, правильно? Это невозможно в большой компании. Но что мы можем сделать? Можем встать на путь, да, на путь улучшения, на дорожку. И вот эти вот… Сейчас то, что я вам покажу, это как раз конкретные шаги, которые позволяют вам как команде, например, проектной, да, встать на эту дорожку. Вот смотрите, первое, с чего можно начать, это собрать, видно, да, мелкий шрифт, потому что довольно много будет пунктов, на самом деле, или там десяток, да, может быть, даже двенадцать. Вот вы вернулись, да, у вас с конференции, например, или с тренинга какого-то, у вас есть какие-то идеи в голове, да, какие-то новые мысли. Первое, что вам нужно, это рассказать всем остальным, да, говорили же сегодня про это, что… А что же на самом деле вы поняли, что вы увидели, да, что вы хотите дальше. И после того, как вы рассказали, какой приемочный критерий хорошего рассказа, чтобы дальше пойти улучшаться? Что должно… Это правда, кстати, да. Окей. А результат? Какой мы бы хотели результат увидеть? Вы бы хотели. Вот представьте себе, сейчас вы возвращаетесь в команду, рассказываете, слушайте, там Лин, Канман, все дела, давайте попробуем, потому что там раз-раз-раз, такие бодрые. Вот что… Чем… Вот, конечно, да. А у кого? Ну, давайте так, вернее, у всех или не у всех? Идеально у всех. Но такой ситуации почти никогда не бывает, да, потому что у начальства… Это еще сложнее. Да, давайте пока со своих же начнем хотя бы. Это как раз, да, найти, вот увидеть поддержку в глазах, я так написал, да, у… Вот смотрите, 1, 2, 3, да. В принципе, вот это вот… Вот в интерпрайзе с окружением, да, в классической культуре контроля, если вы двоих найдете, это уже будет очень круто, да, потому что втроем вы можете в рамках своего проекта, каким большим он ни был, да, вы можете уже делать какие-то хорошие улучшения, значимые, значимые, да. И не важно на самом деле, кто будут эти люди, они могут быть просто аналитик, просто разработчик, да, просто представитель бизнеса, там, вы можете все равно вот с ними уже производить какие-то улучшения. Дальше. Дальше мы делаем вот это вот самое, то, что я рассказал, помните, банк, мы берем текущие все задачи, просто выписываем их на стикеры, да, и клеим их на доску. Смотрим, а что вообще у нас происходит, да, через какие состояния проходят, где какие очереди, где какие, отмечаем следующий пункт, да, начаться, каждый день встречаемся, например, на стендапах, да, и отмечаем заблокированные задачи. Просто хотя бы для того, чтобы видеть, что мы ничего не забиваем, да, чтобы задачи как можно быстрее проталкивались вперед. При этом возле, а представьте себе, что у вас проект, например, 100 человек, да, или 500 человек, ну, 500, наверное, слишком много, да, например, там, не знаю, 250 человек, да, и они работают в разных компаниях и сидят в разных офисах. Как мы вокруг одной доски с ними встретимся? Никак. Мы же не можем в актовом зале всех собирать каждое утро, да, наверное, смысла никакого не будет иметь. А что тогда с точки зрения здравого смысла нужно сделать? Ведь мы понимаем, что чем ближе мы будем, чем теснее мы будем общаться, тем больше проблем будет выявляться на ранних этапах, да, тем больше мы будем узнавать информацию. Виртуальная доска, скрам-ов-скрам. А еще? А? Да, смотрите, на самом деле там искусственно, Kanban ведь против того, чтобы искусственно что-то разбивать, да, но он как раз за эволюционные изменения. Мы можем просто встречаться небольшими группками по интересам, да, вокруг одной и той же доски. То есть, например, может встречаться бизнес отдельно для начала, на первых этапах, разработка отдельно, да. Ребята там из одного компонента или модуля системы могут встречаться там отдельно, ребята из другого отдельно, да. Наша задача постепенно ведь научиться прививать вот эту вот привычку общаться. А потом Kanban позволяет нам, когда у нас появится сознательность уже, да, когда мы эти вещи попробуем, привычки привьются, мы уже сможем тогда на самом деле эту одну большую доску просто разделить на несколько связанных досок. Kanban позволяет это делать. И уже тогда как бы проблема сама собой идет. Дальше. Обязательно. Вот кто-то сказал, давайте по скайпу соберемся. Вот у нас было так, вот реально, смотрите. Давайте я отлистаю назад, просто чтобы визуализировать вот эту тему со стендапами. Где там? Вот стендап. Вот я рассказывал, что это там на проекте было 50 человек. Смотрите, вот эти люди, которые в Москве сидели, тут еще стоят, да. И там ребята, которые в Екатеринбурге, а тут ребята, которые в Ижевске. Вот они в тех мониторах сидят. Но тем не менее, они в стендапе присутствуют. Потом поняли, что им ничего не видно. Очень быстро поняли, что они там вообще, они как бы, они вроде бы онлайн, но профита от этого никакого нет. Они не в контексте. Как улучшить этот контекст? И там один из ребят, просто Андрей взял, вот Андрей, кстати, вот он взял, пошел купил камеры за свои деньги. Они сейчас очень дешево стоят, широкоформатные, с узконаправленным микрофоном. HD камеры. воткнул туда и начал, знаете как, вот стендап проходит, кто-то говорит, и он камеры, особенность банковского окружения, что они не могли в одном чатике все созвониться, потому что разные сети физически. И там поэтому приходилось два чата иметь, два видеозвонка. И вот он держал эти две камеры на стендапе, и как бы кто-то говорит, и он на него поворачивает. Другой говорит, на него поворачивает, потом на доску поворачивает. То есть таким образом вот engagement людей, которые сидят где-то там, пытались повысить. Не, в электронном виде, конечно же, надо дублировать в электронном виде. Давайте сейчас на доску переключим. Проблема вот какая. Кстати, хороший вопрос, потому что очень часто очень много команды такие говорят, слушайте, а у нас же есть жиры, например, зачем нам LTFS, зачем нам вот эти вот стикеры, мы же тем более в крупной, в крупной компании работаем, да, как, знаете, в Майкрософте. Я с Майкрософтом в 2011 году работал. Там, я говорю, ребят, вот надо доску сделать. Они такие, Дмитрий, а ты в своем уме, как бы, мы же Майкрософт, да? Мы не можем себе позволить клеить на стену стикеры, потому что мы слишком классные для того, чтобы это делать. Вот, можно, конечно, смотреть и делать это, начиная с электронного вида, но проблема заключается в том, что сложнее вот те самые привычки, даже общаться сложнее. Привычку прививать людям, потому что, не знаю, физической доски, во-первых, у нее есть плюс над электронной, то, что ее можно трогать, да? Ты когда приклеиваешь стикеры, ты как-то ощущаешь большую, что ли, как это по-русски сказать правильно? Да, ты себя как бы ассоциируешь вот с теми вещами, которые вы делаете. Больше причастность, да. А еще проблема электронных досок вот какая. Нет такого инструмента, который бы позволял реализовать все ваши фантазии, какие вы тут придумаете, да? Нарисовать доску именно такую, вот именно с такими маркерами и так далее, и так далее. То есть инструмент не настолько гибкий. А проблема заключается вот в чем. Потому что вот у вас есть команда с текущим состоянием, с текущим пониманием, как можно было бы что-то визуализировать, например, да? Есть как бы то, что позволяет делать стандартные электронные инструменты. И вот было бы здорово, чтобы компания прошла свой собственный путь за несколько недель, например, да, в поисках лучшего способа для себя в отображении информации. Но прошла ее эволюционно. Вот электронные доски, к сожалению, это не позволяет сделать. Но тем не менее, конечно же, каждая любая современная команда, ну, 99% использует физическую доску, да, и дублирует в электронной доске. Некоторые потом отказываются от физической доски. Почему нет? Про уборщицу, которая сметет все эти стикеры. Ну, слушайте, это решается с уборщицами, как раз решается процессными вещами, очень хорошо, KPI различными, да, и так далее, и так далее. Но вообще такой проблемы не случается. Обычно. Давайте дальше продолжим, да, что мы делаем из понедельника. То есть собираем ребят, рассказываем свои идеи, находим поддержку в глазах пары коллег, начинаем, нарисовали доску, начинаем возле нее встречаться, начинаем отмечать заблокированные задачи, смотреть, где мы теряем, да, где у нас вот этот влиттайм, да, в тайм-то-маркете, где у нас дырки находятся сейчас. Дальше начинаем. Самое важное, да, одна из самых вещей. Мы не сможем улучшаться нормально, да, до тех пор, пока мы не будем мерить свою текущую производительность. Да, и вот самая лучшая метрика, буквально вчера ко мне ребята подходили и спрашивали, Дима, как нам померить эффективность нашей разработки? Персональную, там что-то еще, что-то еще, там чуть ли не до строк кода в итоге дошли. Разработчика. Но слушайте, есть же одна простая метрика. Давайте вот ее и мерить, да, как раз тот самый литтайм. Как быстро мы как команда оказываем сервис нашему бизнесу, да. Делается это простой эксельчикой. Сегодня Леша про это рассказывал, да, просто записывайте, и она вам строит график распределения, не надо ничего придумывать. Можно делать, мы, кстати, очень часто делаем вообще без эксельчки даже. Просто вешаем миллиметровку, например, или табличку в эксельчке распечатанную пустую, и на ней просто рисуем на стенах прям фломастерами. Это нетрудно, это занимает одну минуту. Но зато у нас опять больше сопричастности, и видно всегда висит. Дальше мы обсуждаем проблемы, да, и придумываем конкретные решения по их устранению. Я здесь написал смарт аббревиатуру, да, чтобы не было такого, что на стендапе встретились. Слушайте, ребят, есть какая-то проблема, да, все такие, да, да, есть проблема там. Что будем делать? Такие, ну давайте, там, не знаю, проблема с багами, например. Давайте лучше писать код, да, и все такие, оу, круто, трудно с этим спорить, да, и разошлись. А что конкретно надо делать, чтобы лучше писать код, непонятно, да. Поэтому все наши улучшения обязательно должны быть конкретными, измеримыми, да. Чем более конкретным оно будет, тем, соответственно, больше вероятности, что оно поможет. На ежедневной основе обязательно это нужно делать. И на еженедельной основе, вот я вам пример приводил, да, как команда, какая-то небольшая группа людей, да, которая, которая интересна развивать процесс, да, которая готова вкладываться в это своими нервами, там, временем, здоровьем, да, она оценивает прогресс и придумывает дальше, что делать уже на таком, на более системной основе в более широком масштабе. И дальше, когда мы какое-то количество, не знаю, недель или месяцев поработали по этой схеме, да, мы видим каждый день, как у нас бизнес-задачи ходят, не технические, а именно бизнесовые, да, которые, будучи заделированы в продакшен, несут какой-то инкремент ценности. Мы умеем идентифицировать проблемы, мы научились друг с другом общаться, да, мы смотрим, как у нас выглядит распределение летаем, да, там, вот эти 160 дней, да, и что оно там, например, сейчас, не знаю, растет или не растет. И дальше мы в определенный момент просто набираем такой уровень сознательности, да, то есть мы уже свою культуру достаточно сильно трансформировали, что мы переходим к тому, что называется вот выстраивание канбанной системы, да. Канбанная система, не канбанная система, когда что в ней нет. А? Лимит, да, лимитов, лимитов на состояние, да. Вот в этот момент можно же переходить к лимитам, да, можно там начинать доски дробить и так далее. То есть тогда, когда у вас уже есть осознанность некая, да, вы как команда уже видите, как ваш процесс работает, и вы уже можете как-то разумно принимать решение, да, отдавая себе отчет, зачем вы это делаете, да, уже дальше переходить к тому, о чем вы говорили на этой конференции. Там Дэвид Андерсон, Леша Жигулов и так далее, и так далее. И, кстати, Дэвид, помните такая шутка есть про скрам батт? Ребят, у вас скрам, да, но мы не делаем ретроспективы, да, или там, но мы не ходим на стендапы и так далее, и так далее. И вот чтобы, а ведь канбан батт тоже может быть, да? То есть у нас, ребят, у вас канбан, да, а ограничения у вас есть? Нет. То есть вроде бы… Да, да, да. И вот Дэвид придумал интересную такую штуку, вот чтобы его так не троллили, команды, которые внедряют канбан, он придумал название протоканбан. То есть когда у вас на самом деле ничего нет из канбан, кроме визуализации, вы на самом деле, вот он как раз и использует эту метафору протоканбан, когда вы встали на путь движения вот в сторону таких системных улучшений, да. Как он приводит метафору еще, вы приходите с ребенком в бассейн, и там есть бассейн для вас 50 метров, а есть для ребенка по колено, маленький такой, как бы лягушатинчик, да. Ребенок туда залезает, в этот бассейн, начинает там просто, не знаю, два годика ему в воде вот так вот прыгать. Там папа, папа, смотри, как я плаваю, да. А вы ему говорите, что в ответ? Ой, как здорово, вот это классно, да, давай еще там, ой, супер-супер, да, всячески его хвалите. А он плавает на самом деле? Да нет, плавает он в том 50-метровом бассейне, а он-то просто прыгает. Но важно, что… Да, важно, что он начал, да. Важно, что вот сейчас подкрепить как раз, да, подбодрить его, вот эти успехи закрепить. И мы вот в примере… Обычно вот там я с этого всегда начинаю, это работает практически в любой компании, да, это очень хорошо позволяет интегрировать, например, такие доски, разные отделы или разные… Например, мы выпускаем какой-нибудь, не знаю, интернет-банк, например, для юрлиц, да, и при этом там задействовано 8 разных IT-систем, да, то есть 8 разных команд, потому что у нас вот такая там, такая текущая структура компании. И вот эти штуки позволяют научиться общаться всем 8 командам, на предмет чего? Как можно быстрее фичи вот этого продукта бизнесового, да, переводить в готово. То есть такой довольно мощный инструмент. Я использую еще, вот мне очень нравится метафора такого клубка с нитками, да, вот вы сейчас работаете, с чего начать, вот непонятно, да, там вот это вот переплетение проблем, текущего вот того, как мы сейчас работаем и так далее, и так далее. Наша задача какая? Как с клубком что-то начать делать? Давайте мы конец у него найдем, да, и начнем потихонечку, шаг за шагом, проблемы за проблемой, да, потихонечку его разматывать. И таким образом непрерывно все больше и больше улучшаться. И вот в качестве заключения хочу показать, вот 6 месяцев много или мало? Фиг его знает, я тут написал в банке, да, чтобы было понятно, что 6 месяцев это не так и много, да. Вот было распределение, смотрите, по фичам в одном из проектов за 80% делали за 110 дней, да, и через 6 месяцев, вот делая те самые вещи, про которые я вам рассказывал, да, научились делать фичи за 55 дней. Те же самые, это то же самое распределение, ну, график той же самой команды, просто через 6 месяцев, да, видите, в два раза ускорились по фичам. Ну, дальше начинается следующая проблема. Представьте себе, вы научились часто деливерить. Какая следующая проблема возникает? Это тема отдельного другого доклада и отдельной другой области. Вы часто поставляете в продакшн? Часто. Это ладно, это вам помогает чаще поставлять. Вопрос следующий возникает, а что мы поставляем, да, а кому это вообще нужно, а может быть надо делать какие-то другие фичи. Да это уже переход команды как раз еще на следующий уровень, да, как бы нам перестать тратить время и деньги в условиях ограниченности ресурсов на менее важные фичи, и как научиться заранее выбирать фичи наиболее приоритетные. Вот про это Патрик вчера рассказывал, да, сегодня Леша тоже упоминал, и так далее, и так далее. Вот, спасибо. Давайте я перелесну на вот этот слайдик, наверное, да, с вот этими вот, с чего можно начать. Зафоткать можно было, да. Да, можете зафоткать. Есть какие-то вопросы? Да, смотрите, к сожалению, у нас мы вообще вышли уже за таймбокс, поэтому все вопросы, которые есть, давайте вы просто в кулуарах зададите, ты же не против? Да, я не против. Спасибо вам большое. Вот мои контакты, если что. Ну, или вы сейчас подходите, тоже спрашивайте.